Введение в обработку естественного языка В последние несколько лет произошел бум технологии обработки естественного языка и сейчас мы все чаще и чаще в нашей повседневной жизни встречаемся с приложениями, которые используют автоматическую обработку текста. Например, это автоматические переводчики, которые переводят с одного языка на другой как текст, так и речь. Это диалоговые ассистенты, которые сейчас применяются банками, крупными компаниями и даже мы в университете в прошлом году применяли диалоговый ассистент для приемной компании. Приложению диалоговому ассистенту можно задать вопрос текстом или голосом и он ответит также голосом или текстом. Еще один пример приложения обработки естественного языка это автоматическая генерация текста. Здесь вы можете видеть пример системы Яндекса Балабола, которая продолжает фразу, которую вы начали, и генерирует текст. Но, конечно же, генерация текста используется и для серьезных приложений, например, в тех же самых диалоговых ассистентах. Ну и здесь мы можем убедиться, что даже суточный сгенерированный текст имеет определенный смысл. Например, мы в курсе будем использовать именно Python и библиотеку TensorFlow для обработки естественного языка. Еще одна область применения алгоритмов обработки естественного языка это исправление ошибок. Причем современные системы могут исправлять не просто ошибки в написании слов, но и оценивать, насколько текст понятен, насколько просто и интересно его читать и предлагать советы, как улучшить качество текста. Еще одна популярная задача приложения обработки естественного языка это определение именованных сущностей. Извлечение из текста имен людей, названий стран, городов и других локаций, а также названий организаций. Это очень полезно для понимания смысла текста. Например, вот статья об Эндрю Ине, одном из выдающихся исследователей в области машинного обучения в настоящее время. И здесь выделены именованные сущности, во-первых, имена Эндрю Ин и Слоун, названия локаций, Лондон, Великобритания, Гонконг, Сингапур и названия организаций, Стэндфордский университет, Курсера и другие. Востребованная на практике задача обработки естественного языка это определение тональности текста, положительный он или отрицательный. Многие современные компании хотят знать, что и как пишут в интернет про них и про их продукт, хорошо или плохо, для того, чтобы иметь возможность улучшить свою работу. Более широкое приложение обработки естественного языка это классификация текста, определение, к какой группе относится тот или иной текст. Причем группы могут быть совершенно разными в зависимости от той задачи, которую вы решаете. Например, можно определять, является сообщение о чрезвычайной ситуации реальным или нет. И ее более широкая популярная сейчас задача это определение фальшивых новостей, фейк-ньюс. Еще один востребованный пример классификации текстов это определение токсичности. Не секрет, что в интернет, особенно в русскоязычной его части, очень много токсичных сообщений, которые содержат оскорбления, угрозы и другие неприятные вещи. И очень полезно научиться определять, является то или иное сообщение токсичным, например, для того, чтобы не показывать токсичные сообщения. И еще один пример задачи классификации текста определение депрессивных постов в социальных сетях. Здесь можно ожидать, что если мы научимся вовремя определять, что у человека что-то не так по его социальным сетям, то ему можно будет помочь. Еще одна интересная задача обработки естественного языка, которая стала популярной в последнее время, это перенос стиля. Возвращаясь к задаче определения токсичности, можно сделать следующий шаг и попытаться преобразовать токсичный текст в нетоксичный текст. Например, так, как это показано на слайде. И, конечно же, людям будет приятнее и полезнее читать преобразованные сообщения, которые сформулированы конструктивно. Можно задаться вопросом, а почему же сейчас происходит такое активное распространение технологии обработки естественного языка? Этому есть несколько объяснений. Одна из основных причин – это то, что для обработки естественного языка стали применять нейронные сети, а конкретно нейронные сети с архитектурой трансформеры. Именно это и позволило добиться большого прогресса в автоматической обработке текста. Еще одна причина заключается в том, что мы накопили большие данные о языке. Есть огромные корпусы текстов, на которых можно обучать сложные нейронные сети с архитектурой трансформер. Для обучения таких сетей нужны большие вычислительные ресурсы. И как раз в последнее время такие вычислительные ресурсы стали доступны. Графические ускорители вычислений – GPU – это обычные видеокарты, которые используются для того, чтобы играть в игры. Их можно также применять для того, чтобы обучить нейронную сеть обрабатывать естественный язык. Причем производительность одного графического ускорителя вычислений больше, чем производительность суперкомпьютера, который был доступен исследователям в 80-е и 90-е годы прошлого века. Также сейчас разрабатываются специализированные процессоры для обучения нейронных сетей. Один из таких процессоров – Tensor Processing Unit TPU от компании Google. Ускорить обучение нейронной сети можно, объединяя машины с ускорителями вычислений GPU или TPU в кластеры. И сейчас необязательно покупать все это самостоятельно. Можно арендовать необходимые вычислительные ресурсы в облаке именно на то время, которое нужно для обучения сложной нейронной сети. Ну и также большую роль играет наличие готовых к использованию библиотек для обработки естественного языка. В качестве примера можно привести библиотеку Hagen Face, библиотеки создания и обучения нейронных сетей TensorFlow PyTorch, а также специализированные библиотеки для решения задач обработки естественного языка. В этих библиотеках уже реализованы современные алгоритмы, обработки естественного языка, а также есть предварительно обученные нейронные сети, поэтому вам не нужно создавать все заново. Наш курс является практикоориентированной и использует обучение сверху вниз, top-down approach. Этот подход заключается в том, что мы сначала учимся применять готовые библиотеки для того, чтобы решать задачи обработки естественного языка. А уже после того, как мы научимся создавать системы обработки естественного языка, мы начнем разбираться с их внутренним устройством, какие там используются алгоритмы и модели. На основе нашей предыдущей практики такой подход является более эффективным по сравнению с тем, что вы сначала изучаете всю теорию и сможете создавать системы только через определенное время. В курсе мы будем рассматривать библиотеки Hagen-Face и TensorFlow. Курс состоит из четырех больших частей. Мы рассмотрим теорию обработки естественного языка, морфологию, синтаксис и семантику. Во второй части мы подробно изучим, как подготовить текст для обработки. Нейронные сети и другие модели машинного обучения могут работать с данными в цифровом формате. И одна из важных задач обработки естественного языка заключается в том, а как же нам преобразовать неструктурированный текст в цифровой формат. От того, насколько качественно вы это сделаете, во многом зависит успешность работы алгоритмов. И мы рассмотрим алгоритмы машинного обучения, которые применяются для обработки текстов, как классические алгоритмы, так и алгоритмы на основе нейронных сетей. Преимущественное внимание будет удалено именно нейронным сетям, так как сейчас они показывают лучшие результаты. Курс достаточно сложный, и для его успешного освоения необходимы предварительные знания. Во-первых, вы должны знать, как устроены нейронные сети. Вам нужно представлять, что такое модель искусственного нейрона, как искусственные нейроны объединяются в искусственные нейронные сети, как происходит обучение искусственных нейронных сетей. Вам необходимо хотя бы общее понимание архитектуры нейронных сетей. Это полносвязные нейронные сети, сверточные нейронные сети и рекуррентная сеть, в том числе архитектура LSTM и GRU. Вам также необходимо знать язык Python, библиотеку TensorFlow и Keras для работы с нейронными сетями на Python. Будет очень хорошо, если вы умеете работать с бесплатной облачной платформой для машинного обучения Google Collab. У нас есть курс программирования глубоких нейронных сетей, в котором рассматриваются все эти темы. Так что, если вы не знаете что-то из предварительных требований, то рекомендуем вам сначала освоить этот курс, а потом переходить к курсу по обработке естественного языка. Желаем вам успехов в освоении курса! Субтитры создавал DimaTorzok